Большое спасибо за просмотр! И так же, как и сегодня, нашим зрителям, они очень понравились, пришлись по душе, и мы с нетерпением ждем, я думаю, только свои мысли высказываю, но и желания присутствующих, и тех людей, которые были на вашем творческом вечере, с нетерпением ждем издания нового книги с вашими стихами. И еще хочу заметить, что когда у нас присутствует Симфа Харисман на мероприятиях, всегда звучит татарская речь, идеальная, литературный татарский язык, значимый отдельный, благодарный, рахмяксис-газур. Хочу сказать, что сегодня мы выслушали очень интересные рассказы наших главных героинь, очень знакомых таких женщин, значимых в нашей культуре, московской, татарской. И так же, сегодня мы захотели услышать мнение молодежи. Существует в Москве такое сообщество молодежное под названием МИРАС. Значит, в него входят и люди, и девушки, а как они говорят сами о себе, 80% из тех людей, которые в это сообщество ходят, соблюдающие люди, ислам. А 20% это освет, обычная молодежь, образованная, современная татарская. Но они все уживаются хорошо, дружат, очень хорошо общаются, вместе отдыхают. Сегодня они должны были присутствовать здесь, так как это мероприятие у нас переносилось несколько раз. То есть планировалось сначала на другие даты. Оказывалось, что сегодня у них свое мероприятие запланированное. Но мы решили, что мы не отступимся от своей идеи. И такой телемост своеобразный с ними организуем. Мы соединимся с ними по скайпу. Если можно в скайп, пожалуйста, выходи. А я позвоню, чтобы они подготовились. У них есть свое мнение, есть что сказать сегодня нам, в том числе и старшему поколению. Так, я звоню. Перед нами будет выступать Гульнара Хасапаева. Гульнара Хасапаева, это девушка, лидер этой организации, которая стояла в Гульнархе Сапаева. Да, супруг ее уже присутствовал у нас на мероприятии. Общественная организация молодежная, очень активная, под названием МИРАС. Сейчас они находятся в одном из московских парков. Досуг у них такой организованный. Пока она мне не отвечает. Наверное, у них тоже кто-нибудь выступает, что-нибудь говорит в данный момент, наверное. Да, еще у нее маленький ребенок, которого... Они тоже приятны. Да, Гульнарочка, да. Мы уже готовы с вами связаться, все ждем в кафе. Хорошо, договорились, через 5 минут. Все, понятно. Так, значит, мы попали в тот момент, когда они как раз паркуются в парке. Очень много людей, как оказалось, у меня теплая погода. Но у нас есть чем занять эти 5 минут. Я тогда приглашаю совместительную участницу ансамбля Медина, да, Мил Харон. Она у нас сегодня принесла замечательную брунду, которую я приготовила сама. И она готова сегодня поделиться своим рецептом. Так, вот эти рецептики вы можете забрать с собой. Или можете вот передать друг другу. И вот это замечательная брунда. Ну, я, конечно, я знаю, когда Мил Харон еще не знаю, что заместительного брунда в кафе и все это, когда в кафе и все это, когда в кафе и все это, когда в кафе и все это. Я хочу сказать, что можно и сейчас угоститься, наверное. Да, давайте. Нет, а мы вообще не можем делать рецептики, если просят, обязательно кафе и все это. Второе произведение. Или второй вариант. Вы можете черепить ее после нашего мероприятия. Можно? А мы сейчас. А мы сейчас. А мы сейчас. Я сразу хочу сказать, что сегодня я сделала так. Король не надо делать, который делала брунда сегодня. Его нужно делать заранее. Хотя бы за один день. Поэтому порезать красиво не получился. Он был теплый. Так что извините, пожалуйста. На этом он. Супер, супер. Молодец. Гюля, меня добери, а не? Рехметь. Рехметь. Супер. Ну, этот рецепт, я думаю, всем известен, многим известен. Это вот и попленица. Она и топленица. Ну, почему я решила поделиться с вами. Потому что когда уже здесь женщина занята, и у нас столица там. Это был родитель. Почему? Мне нравится этот рецепт. У меня очень большая семья. Папа, муж, сыновей, еще кот. И, в общем, одни мужчины меня окружают. И поэтому, конечно, хочется их радовать. Часно чем-то таким вкусненьким. Ну, и всегда, когда я спрашиваю, какой пирог-то скричь, они говорят, мам, только с творогом. И салфетка, когда берешься. У вас сейчас старший сын у меня женился. У нас появилась дома любимая наша девенушка. Вот, салфетка, дуречка. Она, правда, говорит, нет, мам, мне нравится салфетком. То есть вкусы у нас немножко меняются. Но я хочу сказать, что данный пирог может иметь любую начинку. И с курагой, и с черносливом, и с яблоками. Можно консервированные персики. Лимон. Да, и лимонный пирог, да, можно сделать. Любой. То есть это тесто универсальное для любой начинки. И вот хотела еще рассказать, как этот рецепт узнала я. Ну, как мы поехали в деревню, там планировалось провести большой мяч в лесу на очень много народу. И вот меня поставили, значит, ответственные за пироги. Но я не знала, какой пирог печь. И тут Айшапа, тоже известная, очень хорошая женщина наша, знакомая, когда-то жена. Она сказала, ну, Лея, давай будем с тобой вместе печь пирог. Я тебе покажу рецепт. И вот мы с ней спекли 12 пирогов, целый день с ней занимались. И, конечно, я запомнила это на всю жизнь. Потому что, чтобы мы не готовили, прочитать одно, а когда с кем-то сделаешь, уже это существо не нравится. Вот. Ну и там вот ингредиенты очень простые. Чем-то хороший пирог, его можно сделать заранее. То есть чем больше времени провести, после его выпекания, он становится все вкуснее, все мягче. Даже его можно положить в морозилку готовую. Если вам нужно, вы можете вытащить его, даже не разогревать. Просто поставить, когда ваши гости придут, он будет таким же вкусным, свежим, как обычно. Вот. И всем он нравится, кто только не пробовал. А печенье? Просто очень вкуснее. Для чего печенье? Да, сейчас я скажу. Значит, ингредиенты какие-то. Здесь нужно 3 стакана муки. Все парфит. 3 стакана муки, 300 грамм масла любого. Я использую пышку. Очень хороший маргарин. Такой. Можно масло. 3 стакана муки, 3 яйца, стакан песка, дрожжи обязательно живые, пачечку дрожжей. Какие это? Ну вот настоящие дрожжи, не существуют. Ааа. Вот сейчас они везде продаются, любят дрожжи. Ааа. Значит, мокрые дрожжи. Да. Вот, пачки. И ложка сметаны. И все. Значит, и самый главный секрет здесь такой. Сначала нужно взять эти дрожжи, размешать их со сметаной, с ложкой сметаны, и туда добавить яйца. Все это хорошо перемешать. Отдельно муку смешать с маслом. Все идет. Растопить что ли? Нет-нет-нет, масло просто смешивается с мукой, и получается лучше крошка. Ну, крошка такая. Но нужно обязательно, чтобы мелко-мелко все это. Ну, там очень легко это все смешивается. И все муку туда. Да. Все три стакана. Да-да-да. В одну посуде и в другую. Потом это все смешиваем, и получается тесто. Это тесто кладем в слофановый пакет, опускаем, елка с водой. Ну, я сейчас не опускаю, я прям кладу, тыж тут же делаю другой, у меня сразу четыре. Идем. Четыре, да, то же самое. И там уже видно, если всплывает, значит уже готово. Это тоже очень быстро, минут 10-15. Вот. Потом тесто кладем пополам. Одну часть замешиваем с половиной из какого-то песка. Раскатываем. Выкладываем на противень. Кладем начинку, которую мы приготовили заранее. И вторую часть также смешиваем с песком. Также раскатываем, закрываем пирог. И печенье, растолочье нужно заранее, посыпаем печенье. Почему печенье мне нравится больше? Можно муку с маслом смешать, но это очень жирно получается. И, а печенье, оно сразу, когда пирог выпекается, сразу видно, что он готов. Потому что она в печенье темнее. И в печенье 30 минут видно, что он готов даже к печенье нельзя. И вытаскиваем пирог после пирога, закрываем его обязательно, чтобы он настыл. Но это, я думаю, все здорово. И хорошо потом, когда он настыл, вложить его с лапаном кокин куда-то на балкон. Он будет всегда мягкий, всегда свежий. И он всегда будет очень вкусный. Вы будете радовать своих родственников, близких, друзей. Я вам очень рекомендую. Продолжение следует...